Глава округа подвел итоги работы органов местного самоуправления за минувшую неделю. Одно из проведенных в эти дни мероприятий вызвало большое количество положительных откликов у жителей. День юстиции прошел в муниципалитете впервые. По его итогам стало понятно, это востребованный формат. Он уже пользуется большой популярностью у жителей и по итогам приема мы получили большое количество положительных отзывов. Руководитель также подвел итоги выездной инспекции. Андрей Иванов лично проверил ход работ по благоустройству территории станции МЦД-1. На прошлой неделе я провел выездную инспекцию. Подрядчик реализует большой объем работы. Это ремонт тротуаров и замена бордюров и создание новых парковочных мест и благоустройства, замена уличных фонарей и многое-многое другое. Работы на платформах Одинцова, Баковка, Немчиновка должны быть завершены не позднее 10 ноября. На личном контроле главы работа в системе добродел. Ни одно обращение не должно оставаться без внимания и ответа. Начнем, как обычно, с добродела. Мы отслеживаем ключевые показатели, общее количество обращений, повторные жалобы, просроченные и отложенные решения. На совещании подвели итоги уборочной кампании. Сельское хозяйство не является одной из ведущих сфер деятельности округа. Но, тем не менее, есть чем гордиться и в этой отрасли. Сельское хозяйство – одно из важнейших отраслей в экономике. Московская область – один из ключевых регионов России по производству сельхозпродукции. Одинцовский округ не принято считать и относить к аграрным муниципалитетам. Но, между тем, у нас сельское хозяйство активно развивается, составляет тоже очень важную долю в местной экономике. По итогам совещания был дан ряд поручений и их исполнения на личном контроле главы Одинцовского округа. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.